Две трети российских границ проходят по морю. На территории нашей страны крупнейшие реки и озера. Однако далеко не у всех на столе всегда есть рыба и морепродукты. Причина этого в том, что качественная свежая рыба слишком дорога, а продукты глубокой заморозки с толстым слоем льда сверху не прельщают покупателя. Депутаты Государственной Думы встретились с руководством Федерального агентства по рыболовству, чтобы обсудить, как насыдить российский рынок качественной и доступной рыбой. Местом встречи стал новый логистический центр по переработке рыбы и морепродуктов, который открылся в Москве. На ледяных прилавках и в садках с водой элитные мировые редкости. Красный королевский лангуст, голубые лобстеры, морские ежи, гребешки, моллюски верни, французские глубоководные угри и многое другое. Первыми утренними рейсами сюда привозят свежевыловленные морепродукты из более чем 20 стран мира. Но все-таки основной товар – это рыба, выловленная российскими рыбаками, причем в самых разных уголках России – от южных морей до полярного края. И для каждого вида промысла здесь создан определенный температурный режим и условия хранения. И наценка всего у них составляет 15-20%, то есть та, которая должна и была, и есть во всем мире. Но мы видим, когда берет розницу, допустим, у этого предприятия биоресурсы, там мы видим завышение цен почти в два раза. Вот нам бы тоже эту цепочку отслеживая, необходимо принять соответствующие законодательные инициативы, чтобы качественную продукцию наших морей и океанов наш потребитель мог бы покупать по доступным ценам для абсолютного большинства нашего населения. Стоит заметить, что уловы в России ежегодно растут. В прошлом году российские рыбаки добыли около 4,5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. Но российский потребитель этого не чувствует. Причина ясна. Почти 70% российского улова приходится на Дальний Восток. Морепродукты, выловленные дальневосточными рыбаками, значительно превосходят по качеству продукцию, поставляемую в Россию из той же Норвегии или Китая. Но доставка значительно сложнее и дороже. Владелец компании покупает на Вагу на Сахалине по 15 рублей за килограмм и 90 рублей стоит ее довезти на самолете до Москвы. Для сравнения, чтобы было понятно, из Австралии рыбу довезти дешевле. У нас отсутствуют крупные логистические центры. Проблема, например, где-то в территории Сибири, ближе к Уралу. Если бы были большие складские помещения, где была возможность перевалки вот этой рыбы для того, чтобы доставить, тоже проблема во многом была решена. Но этим мы напрямую заниматься не можем. Нет у нас таких полномочий. И флот наш был построен в 70-80-х годах прошлого века. Поэтому он весь настроен на то, чтобы замораживать просто рыбу. То есть отрубать ей голову и замораживать. Потом все доставляется в центр России. Понятно, что торговля не берет 20-килограммовые ящики с замороженной рыбой. Нужна инфраструктура. Ее не хватает категорически. И сегодня, к сожалению большому, ни одно федеральное ведомство не отвечает за логистику, за хранение, за транспортировку, за переработку. Депутаты считают, что необходимо разработать и принять государственную программу стимулирования рыбной отрасли. Эта программа должна быть направлена на модернизацию отечественного рыболовецкого флота и созданию современной инфраструктурной системы и логистики. А также на разработку специальных тарифов для транспортировки рыбы. Особая тема – аквакультура. Маленькая Норвегия кормит выращенной во фьордах Сёмгой значительную часть планеты. Что мешает России при наших водных пространствах накормить хотя бы себя. Депутаты считают, что необходимо срочно принимать закон об аквакультуре, который будет способствовать выращиванию рыбы и морепродуктов. Сегодня многие предприниматели хотели бы заняться этим прибыльным бизнесом. Но необходимо решить целый ряд вопросов и в том числе облегчить выделение так называемых естественных ёмкостей. Например, выделяются площади в морях, в озёрах, в реках и так далее. Люди берут в аренду, вкладывают деньги и потом производят в аквакультуру, которая потом поступает на прилавки. Китай себя накормил очень быстро. Я считаю, как только мы примем этот закон, реально это ждёт бум аквакультуры в России. И я надеюсь, что это как раз будет тем самым, что называется, накормить страну своими собственными морепродуктами. Средиземноморские и каспийские деликатесы, выращенные в Ярославской области, Рязани и в других регионах России, сегодня для нас ещё диковинны. Но работа идёт активная, и руководители Росрыболовства считают, что при необходимой законодательной поддержке свежая рыба и морепродукты в ближайшие годы прочно войдут в рацион каждой российской семьи. И это всё, что мы успели вам рассказать. С вами был Павел Рязанцев. Смотрите следующий выпуск «Парламентского часа» через неделю в это же время на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин